Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север. Мы, как всегда, работаем с вами в прямом эфире на 202-11-22. Этот наш телефон ждет ваших звонков. Звоните, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну и, конечно, ждите розыгрыш призов. Хотя зачем ждать? Давайте сразу запустим наш розыгрыш, ведь сегодня он творческий. Расскажите новогоднее стихотворение. Вот так мы решили вас сегодня попытать. Хотим почувствовать мы новогоднее настроение, поэтому 202-11-22. Новогоднее стихотворение рассказываете. А вот здесь мы пожюрим, кто же у нас самый лучший поэт. Быть может, свое стихотворение кто-то расскажет. Кто у нас самый лучший будет чтец сегодня? Тем более, сегодня у нас действительно профессиональное жюри собрало здесь. Творческие посиделки устроим в программе «Универсальный формат». Давайте представлю сначала всех, а потом уже расскажу, зачем вы здесь все собрались и по какому поводу. Итак, вам с радостью приветствую. Представляю Евгения Николаевича Митрофанова. Это композитор, известный самарский культурный деятель. Здравствуйте. Очень рада, что заглянули к вам на огонек. Здравствуйте. Так, рядышком расположилась Лена Полетаева, точно так же известная самарская поэтесса. Здравствуйте. Добрый день. Следующий у нас Владимир Веретников, собственно говоря, и оператор, и видеограф, и творческая личность, и хороший помощник, друг, я так понимаю, нашего сегодняшнего основного гостя. Есть такое? Все правду говорю? Все точно так. Так, ну и рядом со мной женщина в оборожительном красном платье. Это у нас Людмила Хаустова, руководитель литературно-творческого объединения «Лира». Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, собственно говоря, давайте раскрывать карту. Зачем мы собрались здесь? Есть очень радостный повод. Это именно повод, юбилейный год вашей творческой деятельности. Сколько творите, сколько работаете, рассказывайте нам. Ну, в общем-то, первая такая грамота и диплом я получил, будучи студентом Кубинского политехнического института в 65-м году. Городской молодежный клуб впервые за 20 лет после войны учредил фестиваль, конкурс песни о городе. Вот я принял участие, занял первое место, лауреатом стал. Вот отсюда идет как бы отсчет. Так, давайте мы покажем нашим телезрителям. Вот здесь у нас как раз лежит та легендарная грамота уже, тот легендарный диплом. Да, сейчас наши операторы все это продемонстрируют вам, посмотрят, что действительно верно, действительно наши слова истина. Печать есть. 65 лет прошло, да? 50 лет. 50 лет. 50 лет прошло с того момента, да. Точнее, это было в 65-м году, да? 50 лет прошло. Немножечко перепутал. Вот, пожалуйста, вы можете сейчас увидеть как раз этот диплом, эту грамоту. С того момента вы начинаете отчет своей творческой деятельности. В общем-то, ну, раньше. Ну, просто солдатского творчества в армии, служил в северной группе войск Польши. Там тоже был организован конкурс в честь столетия Владимира Ильича Ленина. Я написал песню о ленинском комсомоле. Тоже первое место в северной группе войск. Это меня вдохновило. Я начал писать песни в армии первые. Ну, это как бы так. А уже серьезные занялись мы в политтехническом институте. Это студенческие весны. Каждой весне какую-то новую песню, а то и две было песни. А гидбригады тоже писали песни и на полях, и в колхозах, в совхозах. Концерты давали на машинах, на грузовых расставляли. Выездные такие. Ну, очень интересная жизнь была. Много песен написано за это время. Все они опубликованы были в «Львовском комсомольце». Газета нас фиксировала всегда. Ну, так вот пошло потихоньку, полегоньку, и вот прошло 50 лет, уже написано более 400 песен. Слушайте, ну это, мне кажется, вообще невообразимые цифры, да? Цифры такие, да. Представляете, это сколько же, какая работоспособность, сколько песен в год. Практически каждый день учится, потому что очень много у меня друзей, поэтов, которые представляют свои стихи. Я смотрю, если что-то интересное и словесное, то уже и музыка, соответственно. Так, ну вот как раз Елена Полетаева держит сборник, да, совместной творческой работы. Как давно, кстати, ваш творческий союз начался? Как давно знаете друг друга? Как друзья, может быть, как коллеги? Ну, впервые мы познакомились с Евгением Николаевичем 5 лет назад, когда проходил конкурс в Самаре «Подари Самаре песню». Вот. И, конечно, наше творчество связывает нас очень дружбой крепкой. Мы общаемся, встречаемся в литературных объединениях нашего города. Вот. И посещаем многие мероприятия, встречи в школах с детьми у нас происходят. Мы пишем совместно, у нас появляются стихи и мелодия, песни о добре вот есть для детей. Тимурское движение. Тимурское движение возобновляется. Мы первыми в городе это начали, в библиотеке номер 2. Там энтузиасты. И поэтому мы подхватили эту идею. И у нас и фотографии. Вынесли в массы. И песни. И, знаете, вот когда поют 120-90 человек эту песню, неописуемые... Ну, подключаются молодежь, да? То есть с радостью на это? Встречи с удовольствием проходят эти... Им стихи заранее за неделю дают, они выучат, их рассаживают по рядам. Я первый раз пропою сам, а потом говорю, на тебе вместе. Как вам, когда смотрите на такое творчество коллективное? Я вспоминаю свою молодость. И вот на эти лица смотришь, ну, это, знаете, вот... Удовольствие. Удовольствие. Дети с большим интересом принимают участие, с удовольствием. С ними просто приятно общаться, да? И получаешь такой заряд энергии, бодрости. Так, ну, я должна сказать нашим интересным, что, конечно же, сегодня вам продемонстрируем песню нашего замечательного гостя в исполнении, да, кстати, вашем. Ну, я озвучиваю сначала сам, а потом отдаю уже исполнителям, профессиональным. Ну, у нас есть видеоклип как раз с вашим исполнением. Но прежде давайте наших гостей спрошу, как ваша история знакомства? Ну, мне очень интересно, действительно, как же объединяются два творческих человека между собой. Владимир, давайте вы. Ну, в принципе, я где-то порядка десяти лет в пушкинском обществе. Сначала был зам, сейчас представляю, как председатель Самарского регионального пушкинского общества. На этих встречах он приходил нам и кое-что пел. Угу. Про Пушкина или просто? Нет, почему же? У меня программа достаточно обширная. Я еще читаю в школах и порядка саралка школ, где я провожу занятия, и краеведение, и исторические, и литературные. И книги у меня есть изданные на эту тему. Край Самарский, вот, к примеру. Как раз наша тема, которую разобрали, даже приезжали с других городов за этой книгой. Значит, кому-то понравилось. Очень приятно было. А потом вот знакомились мы на литературных вечерах, вот, с нашими поэтами. Ну, мы же там в тесном кругу читаем каждый раз свои стихи. Ну, немножко пописываю тоже, как говорится. Вот. И пришла задумка. Я поначалу делал так, это для себя, маленькие клипы, ролики. А потом пришла идея, а почему бы нет? А почему бы у нас столько талантов своих в Самаре, и почему бы не прославлять Самару? Вот сейчас я и занимаюсь именно тем. Хорошие и прекрасные темы стихов, развернутое пространственное воображение. Для меня это тема для раскрытия визуального, художественного. Хорошая музыка. Да. И очень прекрасная музыка. Здесь я даже однозначно и не говорю. Это уже все за себя. Все сочетается в одном. Да, музыка, текст, картинки. Которые вот смотришь... Это все воедино сливается. Поэтому прекрасный есть. Вот Людмила сидит, и не даст соврать, как говорится. У нее тема, она написала медикам гимн. Евгений Николаевич откликнулся. Гимн медиков самарских. Ну, как мне эту бросить тему? Я взял и сделал. И отнес даже, вон, и Котельникову в мед. университет отдал. Все понравилось. Все понравилось. Все понравилось. Или вот и Елена Политавина. Но это все увидят зрители. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Я так понимаю, что творческая личность там дозвонилась. Как зовут вас? Здравствуйте. Меня зовут Нина. Нина, очень приятно. Ну, вы, скажите, пожалуйста, увлекаетесь ли творчеством? Быть может, поэзия вам подвластна? Ну, поэзию я люблю. Учкин, Есенина. А сами, может быть, пишете что-нибудь? Нет, сама не пишу. Я с дочкой писала. Хорошо. Ну, наверняка новогоднее стихотворение какое-либо, ну, знаете. И нам сейчас прочтете. Да. Давайте. С выражением. У нас, потому что здесь жюри, знаете, такое. Не просто так. Поэтому с выражением просим. Хорошо. Что такое Новый год? Это все наоборот. Заяц рядом с волком на зеленой елке. Донбик тоже непростой. Он сегодня золотой. Блещет, что есть мочи, никого не мочит. Спасибо большое. Вот так вот. Ну, да, смотрите нашу программу до конца. Там уж мы сейчас вот запишем вас. Нина, первый участник, что такое Новый год, да? А потом мы же будем раздавать подарки и призы. У нас, кстати, сегодня два билета на вечер органной музыки, филармонию. И два билета на детское представление «Аленький цветочек» в ДК «Железнодорожников». Мне кажется, очень хорошие, шикарные, шикарные призы, поэтому побороться стоит. Так, Нина у нас первый участник. Под номером один запомнили. Будем в конце подводить итоги. Плюсик ей уже. Людмила, ну рассказывайте теперь вы свою историю, ну, как две творческих личности объединились в один союз. Мы знакомы с Сергеем Николаевичем больше 15 лет. Больше 15 лет сотрудничаем. И те песни, которые вместе написали, мне кажется, они вот обогащают и его мелодии, и мои стихи. То есть песни – это, конечно, такое счастливое сочетание стихов и музыки. Очень много у нас с ним песен, и нам они, конечно, нравятся. Больше 30. Да. Но вы знаете, что хочу сказать, что вот когда мы с ним говорили, часто беседовали так по жизни, друзья уже по жизни, он говорил, что вот у него 40, больше 40 лет творческий, трудовой стаж. И все это время он пытался работать в других областях. То есть творчество прорывалось, где бы он ни работал, но он все время считал, что это не главное. Главное вот там быть инженером научно-исследовательского института подшипниковых производств, да, там на вычислительном центре руководить, вот это вроде было главным. А творчество, оно оказалось главным в конце концов. И вот уже больше 50 лет он пишет, пишет, поет, и мы все с удовольствием к нему идем. Он очень часто приходит к нам на литературно-творческое общество, Лира. Конечно, мы тоже его ждем. И поэты с удовольствием воспринимают его песни новые, особенно когда он пишет на их стихи. Кстати, на стихи многих поэтов он пишет песни свои. Очень такой разносторонний у него взгляд, очень активный, общительный человек. Так, ну я предлагаю уже посмотреть первый творческий подарок. Коль уж мы собрались под Новый год, это буду воспринимать все как творческие подарки, хорошо? Песни «Облака» есть у нас сейчас, заготовлено. Смотрим, ну а после как-то прокомментируем. Это первая с нами песня. Это первая песня. Первая песня, между прочим, полторы тысячи просмотров уже в интернете. Пошла, знаете, я посчитал, ну ее как, может быть, не самая-самая, а ее на каждом концерте. Давай «Облака» нам, давай «Облака». Это «Полюбили». Хорошо, ну что ж, смотрим одну из популярнейших песен в Самаре, да, у вашего зрителя. Смотрим. Вы поете к нам издалека, Может быть, из прошлого столетия Светлое создание «Облака». Ничего прекрасней нет на свете. Небо, небо бесконечно голубое, Солнце свет, ярок над землей. Светлый миг небесного покоя, Беспределен дорог нам с тобой. Небо синь-небесная река, В небесовом пересталом братстве. Подплывают ближе облака, Возвратившись к нам из дальних странствий. Небо, небо бесконечно голубое, Солнце свет, ярок над землей. Светлый миг небесного покоя, Беспределен дорог нам с тобой. Поведут о них, блин и сказ, Где за это время побывали. Небо все украшено сейчас, Белую воздушную валью. Небо, небо бесконечно голубое, Солнце свет, ярок над землей. Светлый миг небесного покоя, Беспределен дорог нам с тобой. Затерялся взгляд среди облаков, Небо тайны нам свои откроют, В нем живет сияние веков. Всюду отражение земное, Небо, небо бесконечно голубое, Солнце свет, ярок над землей. Светлый миг небесного покоя, Беспределен дорог нам с тобой. Небо, небо бесконечно голубое, Солнце свет, ярок над землей. Светлый миг небесного покоя, Беспределен дорог нам с тобой. Ну вы во время сюжета даже могли наблюдать, как мы тут все вместе подпеваем, как душевно захватывает нас эта песня, эти слова. Так, дорогие друзья, у нас сегодня творческая встреча, и мы предлагаем вам присоединиться к нам. Звоните, расскажите нам новогоднее стихотворение, и вы рискуете стать обладателями наших призов. А это именно вечер роганной музыки, либо новогоднее представление «Аленький цветочек». Ну, не просто так отдадим, конечно, каждому дозвонившуюся, подумаем, пожюрим, посудим, ну и, собственно говоря, вынесем свой вердикт, кто же оказался самым-самым-самым. Вот, Нина у нас была, наш первый конкурсант, скажем так, достойно-достойно выступила, поэтому поборитесь и вы 202-11-22. Так, романтичные песни, да, это действительно есть в вашем творчестве, романтичная музыка, но я знаю, что множество геологов, гимнов написано вами. Ну, в общем, цикл патриотических песен. Отец у меня воевал, поэтому я как бы обязан был каждому празднику писать песни. И написано более 30 песен, каждые там 3-5 лет обязательно. Первый диск мне издал наша Дума, и все патриотические клубы области были награждены этим диском. В этом году мы два диска выписали «Победный май» и «Спасибо деду за победу». Тоже много, ну, стихов очень стильных таких, и как не написать на такие стихи. И поэтому мы вот тоже дарим поэтические клубы, подростковых клубов, где мы выступаем и так далее. То есть вот так вот, так что песни наши живут. Звучат, звучат. Звучат, живут, это есть. Так, ну я понимаю, что у нас здесь на столе присутствует, ну, скажем так, две награды. Самая, наверное, такая ранняя и самая свежая. Правильно я так понимаю? Рассказывайте, пожалуйста, что же за красивая такая у нас... Медаль. Да, медаль лежит. Ну, сейчас операторы подснимут, а поэтому можете, да, даже... Ну, это, значит, 80-летие было нашего района, ну и отбирали, как тоже комиссия лучших людей района. И, в общем, называется это «Герой нашего времени». «Герой нашего времени». «Герой нашего времени», да. То есть, ну, за заслуги, в труде и так далее, и так далее. Ну вот в оперном театре было торжественное вручение. Такое медаль. И очень приятно было, конечно. Хорошо. Ну что, коль уж мы сегодня собрались с таким творческим коллективом, как рождается вообще совместное творчество? Потому что это, мне кажется, очень сложно. Когда ты один человек, да, ты понимаешь, что ты отвечаешь сам за себя, что можешь делать, ну, все, что захочешь, да, а здесь нужно прислушиваться, здесь надо понимать, были ли какие-то конфликты, либо как-то все очень дружно решается. Как вообще, вот скажите, пожалуйста. Мне кажется, это даже нельзя назвать конфликтом. Такая дискуссия. Конечно, да. Просто если что-то нужно переделать, чтобы вставить в ритм, внести. Ну, это замечания такие, творческие замечания, чтобы улучшить общую работу. А вообще, по-моему, по-разному начинается. Иногда вот сначала мелодии, Евгений Николаевич, мне понравится, и я пишу мне стихи. Иногда ему стихи, вот, допустим, чьи-то приглянутся, он пишет на них. Ну, конфликтов тут, по-моему, ни у кого не бывает. Топорческое взаимопонимание полное. Скорее всего, творческая работа какая-то совместная. Юля, я начинала свою... Я инструменталист, я музыкант, я играл в архскестерах разных, и симфонических, и джазовых. Кстати, смотрела, действительно, очень много вами освоенных музыкальных инструментов. Сколько и какие? Давайте перечисли. Ну, вы знаете, пока я в школе учился, значит, а фортепиано, это было первое, меня учили в педагогах гитара. Духовые? Ну, духовые, это уже самое, на контрабасе. На тромбоне, я вижу, что вы читали. Гитару освоил. На тромбоне даже вижу... А тромбонистом я стал в армии. Значит, когда я попал в оркестр, мне сказали, будешь играть на флейте. Ну, на флейте, на флейте, хотя я никогда не играл. Месяц, я уже строил марши, ну, у меня, тяга к инструментам была. Потом уходит сверхсрочник, тубиста нет. Всем говорят, ну, кто будет у нас? Ну, кто? Митрофанов, он у нас, он уже на трех инструментах играет. Стал я тубистом. Потом нужно было играть в симфоническом аркетике, в Дом офицеров. Не было контрабасиста. Вот будет Митрофанов. Стал контрабасист. Судьба заставила, судьба заставила. Ну, это смешно, но у меня тяга была. Люди чем-то там занимаются, а я пойду инструмент, трубу попробую, трамбу попробую. Ему хотелось, самому хотелось. Вот у меня тяга. Если бы мне сначала жизнь начинать, я бы только сразу начал музыкантом. И поэтому я играл в оркестр, инструментальные песни писал. То есть без песен, инструментальные музыки. Музыка всегда присутствует в жизни. И первый диск вот вышел у нас, это инструментальные музыки. Тут одна, то, что я сочнил. А потом Люда говорит, а у тебя вот мелодия хорошая, давай я тебе напишу. Раз, написала, полетаю, давай-ка я отправляю. И так пошло. И я освоил на уже известной мелодии. Написал, значит, стихи наложили. И получились песни. И все получилось. Все заиграло. Так, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, как зовут? Мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Лиля. Лиля, очень приятно. Но давайте у вас выпросим нам прочитать какое-нибудь новогоднее стихотворение. Сможете? Да, это стихотворение Александра Твардовского. Называется оно «Утро». Давайте, слушаем. Кружась легко и неумела. Снежинка села на стекло. Шел ночью снег, густой и белый. От снега в комнате светло. Чуть пороши, пушок летучий. И солнце зимнее встает. Как каждый день, вполне и лучше, вполне и лучше Новый год. Спасибо большое. Мне кажется, аплодисменты, да? Сочно заслуживают аплодисментов. Спасибо вам огромное. Записаны вы в наш такой импровизированный списочек под номером 2 на участник. Но смотрите, до конца наш эфир, быть может, и вам достанется какой-нибудь очень удивительный подарок. Сегодня, напоминаю, разыгрываем мы два билета на вечер орган и музыка филармонии и два билета на новогоднее представление «Аленький цветочек». Мне кажется, очень интересный и хороший подарок в преддверии Нового года. Так, хочу спросить у вас, у двух наших мужчин сегодняшнего эфира. Как вы, собственно говоря, сотрудничаете? Ну, да, музыка. Ты понимаешь, мы сейчас видели облака, видеоклип, да? Это сами полностью доверяете Владимиру? Либо, опять же, это творчество? Либо вы действительно отдаете песни, и все. Владимир здесь дальше творит? По-разному. По-разному. Во-первых, вот я слушаю эту музыку, ну, стихи я и так слышу, мы встречаемся часто. Ну, стихи, да, стихи прослушали, понравилось, не понравилось, обсудили. Но когда ложится это на музыку, тут уже я не могу просто... Я уже слышу, это уже визуально, потому что что такое? Стихи, это, извините меня, это песнь сердца, а музыка, это песнь души. Это все сочетается, это взаимосвязано. И когда я все это прослушаю, и если мне что-то понравилось, то я у него просто отбираю и делаю. И все, и дальше начинается творческий процесс. Ну, иногда мы обговариваем, вот тут не так, вот такую картинку вот так бы желательно, да, пожалуйста, проект готов, я там видоизменю, переставлю, подставлю. Творчество нормальное, мы не воюем, не по какому. Не воюйте, не по какому. Потому что, ну, есть, бытует такое мнение, что творческие люди, они такие очень импульсивные, поэтому вот уточняю. Ну да, в вашем случае не было ничего. В вашем случае все хорошо, все мироспорно. Так, хочу посмотреть с вами клип, но у нас, нас атаковали наши телезрители. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Тамара. Тамара, просим, пожалуйста, немножко подальше от телевизора, потому что мы слышим, как дублируется наш голос, поговорить с нами через телефон. Тамара, давайте рассказывайте свое стихотворение новогоднее, какое для нас вы припасли. Я хочу собственного сочинения стихотворения новогоднего. Слушайте, это замечательно, такое мы ждали, давайте. Потому что хочу пойти на концерт органной музыки. Давайте, хорошо. За окном с утра снежинки водят снежный хоровод. Это добрая примета, значит, скоро Новый год. Новый год – любимый праздник. С нами Дед Мороз проказник со снегурочкой поет, в хороводе нас ведет. Добрый Дедушка Мороз, я люблю тебя до слез. И тому, что нет тебя, не поверю никогда. Приходи ко мне домой и мешок большой открой. Внутри не подарков кучу, настроение станет лучше. Я на табулетку встану, песенка тебе спою, и под емкой с выражением про тебя стих расскажу. Для того, чтобы ты пришел, веду себя я хорошо. В этом ты не сомневайся, поскорее собирайся со своим мешком огромным, ко мне больше направляйся. Спасибо большое, Тамара. Вам аплодисменты, конечно, достаются. Это уже хорошо. Ну а дальше будем определять. Мне кажется, ну действительно, свое стихотворение, собственное сочинение – это огромный-огромный плюс в нашем конкурсе. Напряжение в конкурсе растет. Напряжение в конкурсе растет. Да, два билета, два. Билета два. А участника три. А участника уже три. Ну хорошо. Может быть, перед Новым годом сбываются все мечты. Может быть, и всех оставим мы с какими-нибудь интересными поощрительными призами. Что ж, давайте смотрим наш следующий клип. Как раз он посвящен году наступающему, году обезьяны. Собственно говоря, так и песня называется, да? Смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть принесет одна радость дома. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть принесет она радость дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, нам лично этот видеоролик поднял настроение. Посмотрите на счастливые лица наших гостей. Спасибо большое автору. Спасибо большое авторам, я так предлагаю. Да, да, да. Потому что все трое сидят здесь как раз на диване. Так, ну, не забываем, ради чего мы здесь собрались, именно 50 лет деятельности, творческой деятельности Евгения Митрофанова. Я так понимаю, у наших замечательных дам есть творческие подарки. Есть, что сказать. Есть, что сказать. Так, ну, давайте, Людмила, начиная с вас, что это будет, а потом, собственно говоря, Елена подарит свою. Вообще-то существует уже романс к этим стихам, он написал музыку Тгей Николаевич, но я прочту их как стихотворение. Другу посвящается. Ты говоришь, что много дней прожил напрасно, в душе мелодию пытаясь заглушить. Как заблуждался ты, теперь всем это ясно. Так, может, стоит жизнь по-новому прожить, чтобы время вспять вернуть? Да ни за что на свете. Опять стоять на перепуте трех дорог, лишь планы в голове, в кармане ветер, а ночью звезды и душистый сено сток. Нет, позади уже разлуки и ошибки, ты понял жизненный вкус, сумел любовь найти. Глядишь на юность с одобрительной улыбкой, а впереди другая часть пути. Иди, чтоб время вспять вернуть, да ни за что на свете. Опять стоять на перепуте трех дорог, лишь планы в голове, в кармане ветер, а ночью звезды и душистый сено сток. Молодец. Спасибо большое. Вот убеждаешься, что стихотворение, наверное, авторское лучше всего читает сам автор. С такой нежностью, с таким проникновением, да, каждой строчке, каждому слову. Так, Елена, давайте, пожалуйста, ваше посвящение. Мне тоже очень хочется поздравить Евгения Николаевича стихами в знак благодарности и признательности его таланта, огромного таланта. Искусство мир из вдохновений. Заслуга очень велика, ведь пишет музыку Евгений не на года, а на века. Внимать волшебные эти звуки для нас и счастье, и мечта. Ведь так искусны ваши руки, души безмерна красота. Мелодии чудных совершенства, в глазах и свет, и доброта. С небес спускается блаженство, покорно звукам высота. Большой талант вам дан награду, жива к прекрасному любовь, и льется музыка с эстрады. Маэстер к нам выходит вновь, в вершине творчества полеты. Весь город музыкой объят, слова положены на ноты, и песни добрые звучат. И дай Бог, чтобы они звучали как много, можно больше и дольше в городе у нас. Мы хотели бы добавить к стихотворениям, которые были прочтены. И хотелось отметить, с чего я и начал-то работать с Евгением Николаевичем. Музыка у него добрая, музыка у него нежная. Вот слушай его музыку, душа-то согревается, нет у него другого направления. Поэтому вот когда был у него юбилей, я ему такую вот эту вещь сделал. Она у него в рамочке есть, там цветная. Но здесь, значит, 50-летие, 50 лет с музыкой. Откуда у песни такие строки? Из нежной и доброй души, и в сердце любимом стоке. Вот потому-то они хороши. Мелодия нежной души согреет, и радость души в наш дом принесет. Из песни такой любовью повеет, печаль и грусть она отведет. Спасибо вам огромное. Мне приятно. Я представляю, как приятно Евгению Николаевичу. Потому что это действительно дорогого стоит, когда творческие коллеги, талантливые коллеги посвящают тебе строчки. С ними жизнь совсем другая. Я вот на них молюсь, как говорится, желаю, чтобы они здоровенькие были, чтобы веселые, чтобы все у них в семье было хорошо. И чтобы в следующем новом году творчество только прибавлялось. Кстати, о замечательном празднике давайте посмотрим с вами еще один клик. Я думаю, новогоднее настроение точно у вас появится. Падает, падает снег, медленно вальсы кружится, землю надежно укрыть, с ней ничего не случится. Спи, отсыпайся пока, будут на розы метели, снежную шубу зимой. Еле на ветке надели, снежную шубу зимой, еле на ветке надели. Ждет детвора, ждем и мы праздником все с нетерпением, будем смеяться и петь. Все оживится весельем, вновь к нам идет Новый год. Вместе мы будем кружить в масках зайчат и медведей. И соберем во дворе всех мы друзей и соседей. Вновь к нам идет Новый год. Сказку всем детям подарит. Праздник нам дом принесет. Падает, падает снег, медленно вальсы кружится, землю надежно укрыть, с ней ничего не случится. Падает, падает снег, падает, падает снег. Так, ну мы все о творчестве и о творчестве. А вот о личной жизни так и не спросили. Остается у нас немного времени до конца эфира. Давайте спросим все-таки о личном. Кто помогает вам творить, кто помогает жить и радоваться этой жизни? Ну, музой моей жизни является моя жена. Это все в едином. Она и умница, она и красавица, она и заботушка. И дети у нас благодаря нее стали людьми. Младшая работает в Питере. По КВН она стала здесь победителем. Там сейчас КВН был 12 числа. Ее две команды заняли второе и третье место в Питере. Семья вдохновляет. Семье спасибо огромное. В первую очередь жена. Хочу сказать, что они замечательные пары. Они даже родились с Ритой в один день. Смотрите, они смеются. Смотрите, рука в руке. Живут, будто не расстаются. Идут, словно налегке. Проблемы, болезни, ненастье вдвоем им. Беда, не беда. Смотрите, они нашли счастье. Однажды и навсегда. Я желаю, чтобы все нашли счастье. Спасибо. Ну, а мы давайте быстренько раздадим подарки. Думаю, все три наших участницы достойны подарков. Уж по телефону с вами за эфиром поговорим, что желаете, что хотите. Ну, и как Дед Мороз и Снегурочка будем вам раздавать свои призы и подарки. Вам спасибо огромное за творческие посиделки, за творческую встречу. Любви, здоровье, счастье, творчество. Творите и, главное, оставайтесь вместе. Да, и виновникам торжества. Огромное спасибо, что собрали нас здесь, что познакомили нас всех вместе. А мы все участники встречи. Поздравляем вас. Спасибо вас, Юлия, и всю вашу дружную команду, ГИС. С наступающим годом. Всего вам самого доброго, счастья и хороших, интересных передач. Спасибо большое. С Новым годом, с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова